Всем привет, друзья! Меня зовут Давид и вы находитесь на YouTube-канале Artstyle. Это Realme 3 Pro, версия телефона со Snapdragon 710, с достаточно неплохой батарейкой, чуть более 4000 мАч. На этом телефоне уже можно нормально, не напрягаясь, поиграть в тяжелые игрушки, если вам это важно. Этот телефон уже способен записывать видео в 4К, что я и рекомендую делать, потому что Full SD пишет довольно-таки рыхло, и это удивительно, а вот 4К пишет вполне нормально. Самая главная цена. Конечно, этот телефон, он такой прямой-прямой конкурент Xiaomi, даже название чем-то совпадает, но у меня нет здесь под рукой Xiaomi, поэтому будем говорить о нем, впечатления свои, цена решает. Телефон у меня от компании Tmall, за что огромное спасибо, это как AliExpress, только находится в России, и доставка из России, и гарантия из России. До 21 июня у них будут скидки. По ссылке под видео, такой телефон 4 гигабайта 64 встроенной памяти можно купить будет за 13 тысяч, что я считаю действительно неплохо. Опять же, судите сами, рассказываю плюсы, минусы, особенности и начинаем. Внешний вид телефона. Телефон выполнен разные цвета, бывает у меня на тесте такой черно-синий. Достаточно красиво, в комплекте идет хорошего качества бампер, я не перестаю хвалить такие бампера, потому что, когда телефон в него одеваешь, углы выступают, и в случае падения, несмотря на то, что здесь защитное стекло Gorilla Glass 5, в случае падения шансов больше, что телефон останется в живых, экран его. Вот, единственное, что не нравится, это маркость, в остальном это пластик, корпус пластиковый, я знаю, многие не любят, но он хотя бы ухватистый, то есть он из рук не выскакивает, даже без чехла, и смотрится неплохо. Но я бы в защитном чехле его носил. На спинке сканер отпечатка пальцев срабатывает очень быстро, как во флагманских аппаратах, действительно срабатывает почти мгновенно. И есть разблокировка по лицу, работает она также очень быстро, без задержек, что также удобно. И разблокировку можно настроить, то есть вы можете сделать при поднятии телефона, включается разблокировка, и потом поставить галочку, что либо разблокировка включается сразу, экран разблокируется, либо вы можете провести свайпом снизу вверх, что я считаю достаточно удобно. Вообще настройки, он довольно-таки гибкий, сам по себе телефон. Сверху дополнительный микрофон, кнопка включения, кнопки громкости, тройной слот, что по нынешним меркам не часто встречается, две сим-карты и карту памяти в телефон поставить можно. Здесь один динамик, средний, средний, ну не хороший и не плохой, как бы звонок не пропустить, и фильмы смотреть, ну так, как на большинстве относительно недорогих телефонов. Сам экран 6,3 дюйма и в середине верхней части экрана есть вырез под фронтальную камеру 25 мегапикселей, в принципе, уже как-то, конечно, раздражает, но не так сильно, как раньше, по крайней мере, меня в большинстве телефонов. Само качество сборки можно это не упоминать, оно очень высокое, телефон монолитный, если попытаться его даже погнуть, ничего не получится, собран действительно хорошо. Качество сборки, оно должно быть хорошее, оно очень хорошее. Экран 6,3 дюйма, технология, разумеется, IPS, это Full HD+, разрешение за счет вытянутого экрана, Gorilla Glass 5, защитное стекло, есть, конечно, настройки температуры и экран очень яркий. То есть, даже на солнечном июньском солнце Москвы читается экран хорошо, это действительно хороший плюс для телефона, не бюджетного, но относительно недорогого. По экрану вопросов вообще никаких не возникло, автояка здесь работает хорошо. Хочется с удовольствием большим рассказать о процессоре. Я люблю процессоры от компании Qualcomm Snapdragon 710, не исключение. Это такой крепкий середнячок, построенный на 10-нанометровой технологии, 155 тысяч в Antutu набирает, плюс-минус может набирать. И у меня версия 4 гигабайта оперативной, 64 встроенной. Вопросов вообще по телефону, по производительности за свою цену не возникает. Мало того, если вы запускаете, если вы играете в тяжелые игры, то тот же PUBG Mobile пойдет на высоких с тенями, с отражением, очень даже неплохо. Конечно, как не на флагмане, но извините, флагман стоит 60 тысяч или 80. Этот по акции 13, что реально круто. За свои деньги отлично, просто отлично. Snapdragon молодцы. По батарее тоже полный порядок, 4045 миллиампер, то есть 4 с небольшим. И как будете пользоваться, в принципе, на полтора дня этот телефон растянуть можно. Особенно, если яркость экрана на максимум не выставлять, если в игры играть мало, фотографировать мало, если... Опять же, сценарий у всех разный, но не в принципе, а это хорошая автономность. Хорошая. 4 тысячи с небольшим – это хорошо. Я сам стараюсь покупать телефон на себе лично, чтобы 4 тысячи выше была батарейка. По камерам. Не так давно вышел на канале обзор Realme 3, без приставки Pro, не на Snapdragon, но тоже интересный, неплохой аппарат по-своему. И здесь этот аппарат уже Full HD, этот аппарат самый главный на Qualcomm Snapdragon 710. Но по камерам. 16 плюс 5 мегапикселей камера основная, плюс вспышка. Кстати, модуль камеры практически из корпуса не выступает. Выступает, но совсем мало. И 25 мегапикселей фронтальная. Как ни странно, в обычном Realme 3 с основной камеры фотки мне понравились даже больше, чем на этом. Это не значит, что здесь плохие фотки. Они нормальные, учитывая цену. Оригиналы обязательно посмотрите по ссылке под этим видео. Фронтальная камера, к ней вопросов вообще не возникает, снимает очень качественно. Делает хорошее размытие фона, если вам это важно. Я даже видео снимал, Full HD можно снимать с фронталки. Что касается основной, тут есть возможности поиграться с камерой, есть и ручные настройки, эксперт называется, панорама, супер ночной режим с искусственным интеллектом, разумеется. Потому что процессор с искусственным интеллектом и камера искусственный интеллект, конечно, поддерживает. Ускоренная и замедленная съемка в 960 FPS. То есть все, что нужно, здесь есть. Еще раз скажу, по-моему, уже говорил в начале, то, что качество видео само в Full HD мне не понравилось. Даже для бюджетного телефона рыхловато. А вот когда ставишь 4К разрешение, уже значительно лучше. Вполне себе неплохо. Опять же, я для вас снимаю кусочки видео. Смотрите, ссылка будет под видео. Напоследок расскажу об оболочке. Она сама по себе довольно гибкая. Есть не только, в принципе, стандартные привычные вещи, типа настройки цветовой температуры. Есть такой режим, например, вот он называется удобство. Здесь мы можем рисовать разные жесты, запускать фонарик, запускать какие-то приложения. Можно поменять кнопки назад, кнопку специальных приложений местами. Все жесты, движения, опять же, умный звонок, поднести к уху, чтобы... Автоответ при поднесении к уху. То есть, всего много. В других телефонах столько вкусностей, как здесь нет. Сама по себе оболочка прикольная. И боковой свайп, вот отсюда, если делаем, то попадаем в менюшку специально. Она также редактируется. По умолчанию, опять же, записывать игры, например, можно с экрана. Все это уже встроено. То есть, напичком телефон хорошо. По этому телефону, в целом, по нему каких-то явных косяков, если даже захотеть придраться, учитывая цену, найти сложно. Глупо от него требовать чего-то необычного, типа какой-то водозащиты, второго стереодинамика, отсутствия моноброви, выдвижных. Это все в более дорогих телефонах присутствует. Я, кстати, очень, мне интересно посмотреть на флагманские устройства от этой компании, когда они будут. Что касается бюджеток, то они, им всего год, компания известна на азиатских рынках, она пришла в Россию. Отсюда и скидки. Кстати, если период акции будете покупать, еще дополнительная скидка в 500 рублей при покупке от 5000 на Алиэкспресс, на Тимоле конкретно, ссылка будет под видео, будет промокод. Единственное, промокоды ограничены, поэтому, кто посмотрел впервые, пользуйтесь, если что-то покупаете, еще 500 рублей скидка будет работать. Дата ограничена, промокоды ограничены. Не от меня тут зависит, ребята, они не постоянные. Вывод по этому телефону. У меня нет какой-то цели его зря похвалить, что-то от вас утаить, рассказываю как есть, но аппаратик получился, на мой взгляд, неплохим. Слабых мест я здесь не нашел. Чтобы сказать, экран тускловат, тормозит, не могу. На этом я заканчиваю. Оригиналы фотографий и видео с этого телефона обязательно посмотрите по ссылке под этим видео. И если будете покупать, то время действительно акции ограничено. Ценник на него довольно-таки интересный предлагают. На этом у меня все. Как всегда желаю. Будьте здоровы, будьте успешны, будьте позитивны. До новых выпусков. С уважением ко всем. Давид. Счастливо. Отром. Восстание Отром. Восстание Восстание Продолжение следует...